Друзья, мы пришли покушать, но здесь такой звездно-полосатый флаг из баночек с пивом. И я подумал, что вот как говорит наш племянник Семен... Сема, иди сюда. Иди сюда, вот мы и снимаем видео. Давай мы тебя покажем. Сема, как ты назвал вот этот флаг? Потому что пиво и потому что флаг. Потому что просто флаг, это просто американцы. The American stereotype is just capitalism and also just general engorging on food. And beer plus the American flag is one of the most stereotypical American things I've ever seen. Это очень американское заведение. Называется три свинюшки, да? Как правильно? Да. И вода, машина. Машина, да. Это очень американское заведение. Вот, друзья, очень американское место. Вот мы в нем находимся и будем здесь кушать. А это вот другая стенка. Другая стенка. И вот на этой же стенке американский флаг. Да, вот у нас племянница Светланы, Анна, приехала из Нью-Йорка. Как там в Нью-Йорке-то? В Нью-Йорке хорошо. Погода практически такая же, как сейчас. Так. Все очень цветет. Да ты что. И дорожает. А вот говорят, что какие-то там шикарные жилье немножко даже подешевело. Какие-то супер дорогие квартиры. Где вы такое слышали? Пишут на Блумберге вот написали. И пишут, что в Сан-Франциско тоже в первом квартале там на полтора процента снизилась цена на жилье элитное такое. Интересно, что около полтора процента. Ну, смотри, я сказала так. Это символически. Я вам скажу так, что когда лет 15 назад я начала жить в Нью-Йорке, то Браунстоун, то есть такой дом с много этажей, но присоединенный к другим домам, то, как типично оно есть в Манхаттане, стоил может быть 5-7, ну 8 миллионов максимум. Так. Сейчас такой же подобный дом стоит 25-27-29 миллионов, а в Бруклине тот, который стоил один полтора, стоит 4-5-7-8. Подойди, а это дом на семью или на что? На семью, да. На Браунстоун. Ну, четыре этажа, как прилично, нормально, так статно, но 27 миллионов. Это не рабочая семья из двух человек, это, может быть, интернациональные инвесторы, это совсем другие деньги. Но в Бруклине, ты говоришь, тоже они... Так и все, получается, что в основном весь Манхаттан, который был такой бытовой, переехал в Бруклин, и теперь Бруклин и скул. То есть теперь ты говоришь, я живу в Бруклине, это кул. Да. Это хо-хо. Да, да, да. Подожди, а как живут эти Брайтон-Бич? Тоже, очень даже стало там прилично. Ну, значит, люди, которые там живут, они теперь, получается, много платить должны за аренд? Ну, за аренд, да, но в основном те, которые хорошо живут, они все-таки умы. Владеют? Да. И вот если они там чем-то владеют в районе Брайтон-Бич, то это счет на миллионы идет? Да, уже теперь на миллионы, да. Там, начнется, есть такой один русский, построили Ошан, Ошана. Ага. Квартиры, ну, типа, как билдинг, по мне, так довольно картонные домики, но квартиры стоят 2-3 миллиона, ну, с видом на океан. Потом есть еще... Сам Брайтон, как бы, он сейчас идет вверх, 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 но он шел с такого низа, что даже сейчас он еще все-таки на середине. Ну, а вот в Манхэнн-Бич, там есть такой маленький район, там дорого, там 2-3-5 миллионов дом стоит. Ну, опять же... То есть у нас еще не предел 2-3-5 миллионов дом у нас... Да. Еще средний дом там только 1,5-1,5 миллиона где-то, да. Да, в Кремниевой долине. Да, то есть еще есть... То есть у нас, говорят, у нас дорого. У нас, говорят, дорого, да. Знаешь, это все очень относительно. Что дорого, а что дешево. Мы видим, друзья, что нам тут несут. Это свинюшка, да? Вот свинюшка называется Пулт Порг. Ее отордрали от косточек. Это как на Гавайях они с кабаном поступают примерно. А это моя тарелочка, мисочка, подносик. Нас спросили, хотите в тарелку или хотите в подносик. Мы сказали, подносики давайте. Тут есть выбор. Это курочка, друзья. Такой бутерброд с курочкой. И капусткой, и капусткой. Так, тут у нас зеленая. Что такое зеленая? Салат. А что это за кашка? Салат. Она не теплая у него. А вот это кашка. Это тоже, наверное, свинюшечка. Кашка салатом. Так, вот у нас, Наташ, вкусно? Так, Анечка, объясни, что это. Мясо и кости? Да. Это рип. Целая, да. Ну покажи, что там внутри. Там мясо есть или только кости? Да, конечно, мясо. Мясо, кости. Понимаю. Мясо нужно съесть. Мам, мам, можно купить чили? Да? Да. Что такое? Один coleslaw, один чили? Один coleslaw, один чили? Да. Один coleslaw, один чили, маленький? Да, спасибо. Сума, как в Нью-Йорке-то не хуже кормят? Миша, это вкусно и соль. Соль? Я имею в виду, это не в Нью-Йорке. Там рип-плески везде. Я имею в виду... Это лучший рип-плеск, который я видел, это... Мама, один рип-плеск... Да. Дино-рип. Да, дино-рип. В Кондекте, я думаю. Вкусные были ребрышки? Так. Теперь мы, друзья, к Саше переходим. Сашенька, как вообще, что ты ешь, скажи? Это токо, это... Так, это тако. Там макарончики, да? Макарончики? Ну, вот слева. Что это? А, это макарончики, да. Ну, вкусно? Угу. Это салат. То есть, мы американскую, так сказать, еду уважаем. Есть такое? Это не американская еда, это... Это салатно-американская. Салат-салат, южно-американская. Ну, да, как... Техас. Техас, и, как... Джорджия. Понятно. Салат, да. В Нью-Йорке мы имеем, как... Рубенс, и хоги, и так далее. Да. А это барбекю. Да, да. Другие еда в разных местах в США. Вы не можете просто назвать это американская еда. Хочу сказать, друзья, что Аня сделала вот это ожерелье. Да. Многие другие разные. У тебя прям товарное производство или ты так сама? Ну, у меня такой, как дизайнерский one-of-a-kind pieces. О, окей. А из чего вот это все, так я пытаюсь понять? Из разных материалов, как бы, таких маленьких хрусталиков и... Керамики, и... Ну, в общем-то, у меня аллергия на металл, поэтому металл здесь очень такой минимальный и не соприкасается с кожей, чтобы не было аллергии. А у тебя на любой металл или, например, на золото тоже аллергия? На золото, ты знаешь, в золоте бывает смесь хопера. Поэтому тоже может быть. На платину и на surgical steel нет аллергии. То есть там немножко меди добавляют? Угу. Так что, если, например... Ну, из surgical steel не делают ювелирные изделия, поэтому трудно... Хирургическая сталь. А сейчас скальпели делают, а изделия... Иногда делают, знаешь, как браслеты для часов, но какие-то вот такие красивые украшения из хирургической стали практически невозможно найти. Она может быть дороже золота, конечно же, нет? Ну, я сомневаюсь, что она дороже, просто это не ювелирный материал. Кольно, больно. Вот. Ну, а как тебе нравится? Видишь, когда... Мне нравится, да, мы когда вернемся... Типа, как бы, sacred geometry, типа, как бы... Ну, я такого не видел, во всяком случае, на живых людях. И, собственно, на неживых тоже. Я сама такое придумала. Оно, как бы, типа, как кружево, а потом очень легкое. Ага. То есть для того, какое оно, как бы, большое... Мы когда домой вернемся, у тебя там еще были, я видел. Я покажу. Все, посмотрим. Вы видите, друзья, как горит огонь. Газ. Горит газ. Тепленько, вы знаете? Тепленько. Вот я стою рядом. Вот у меня рука. Тепленько. Очень хорошо. Не знаю, насколько это тепло вот сюда дойдет. Вот сюда, где сидят люди, но... Вот такая вот современная газовая горелка. Аплодисменты. ТРАКЦКИ. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok